О каких победах Казанского федерального университета стало известно на подведении итогов Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов? Мы, конечно же, планируем, прежде всего, привлечь преподавателей высшей школы журналистики, привлечь сторонних журналистов, практиков. В КФУ прибыла делегация, занимающаяся вопросами поиска и разработки нефтяных месторождений. Есть действующий проект с ними один, и планируется расширение сотрудничества в более широком спектре направления. Казанский федеральный университет и Московский государственный институт международных отношений запустили программу научно-образовательной дипломатии. И здесь ребята выбираются всегда в определенной индивидуальной траектории, да, в пропагнитацию. Всем привет! В эфире Универ-Ньюса в студии Надежда Дик. Специальный показ документального фильма «Пространство Лобачевского» прошел в Казанском кинотеатре в ДК Ленина на показе фильма, созданного при поддержке Казанского федерального университета и Берлинского университета, присутствовали автор и режиссер документального фильма Екатерина Еременко, директор Института математики и механики имени Лобачевского, КФУ Екатерина Турилова, шеф-редактор авторских телепрограмм Медиа-центра КФУ Юрий Алаев. Отвечая на вопросы о дальнейшей судьбе фильма, режиссер отметила, что им заинтересовались Первый канал и Канал Культура. Отметим, после Казани премьерные показы фильма пройдут в Новосибирске 14 мая, Екатеринбурге 15 мая, Санкт-Петербурге 17 мая и завершатся 18 мая в Москве. Как бы это парадоксально ни звучало, но, безусловно, я видела его уже несколько раз, как вы понимаете, эта история каждый раз разная. Вот казалось бы, ну что можно увидеть, если ты знаешь уже практически все, если не наизусть, но знаешь, что ты уже может этот фильм, что ты там увидишь. Но, как я уже сказала, парадоксально это не звучало, я на каждом показе просматриваю для себя какой-то другой пласт. Подведены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов. Обладателями грантов на общую сумму более 1 миллиона рублей стали два проекта Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского университета. Все подробности далее. Первый проект посвящен профилактике неприязни и предвзятого отношений между молодыми людьми в университетской среде. Автором выступила заместитель директора по воспитательной и социальной работе Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Екатерина Панкова. Как показал те события, которые произошли на днях в Казани, у молодежи тема насилия, дискриминации по различным этническим группам, каким-то политическим даже в том числе, очень высока. И мы за то, чтобы сформировать у студентов толерантное поведение и мышление. Эти задачи будут решаться с помощью антидискриминационных комиксов. Такой игровой формат эффективнее, чем обычные профилактические беседы. Так, кураторы академических групп после специального обучения будут проводить занятия со студентами, преимущественно первокурсниками. Потому что они приходят со школы к нам, они еще не социализированы, не адаптированы в университетской среде, и их необходимо адаптировать. Второй проект, выигравший грант, это слет студенческих медиа-центров Казанского университета под названием «Медиакэмп». Автором выступает руководитель студенческого медиа-центра не технарь Алсу Зарипова. Необходимость такого объединения возникла из-за того, что в Казанском университете есть не только крупные, но и малые студенческие медиа-центры, нуждающиеся в поддержке. Мы хотим провести, прежде всего, обучение, вообще, каким образом работать в пространстве социальных сетей со студентами, каким образом вообще выстраивать имидж института, то есть, каким образом студенческие медиа-центры могут помочь в том, чтобы выполнить вот такую важнейшую миссию в университете. По словам Екатерины Панковой, проекты будут реализованы уже до конца этого года. Диана Желенкова, Ленар Тавлитьяров, Универ-Ньюс. Выпускник Казанского федерального университета вошел в топ-10 перспективных россиян рейтинга Forbes в категории «Искусство». Писатель Булат Ханов родился тем, что учился в том же университете, где начинали свой путь Ленин и Толстой. Окончил он Казанский федеральный университет в 2013 году по специальности филология, русский язык и литература в межнациональном общении. В 2019 году вышли его романы «Гнев» и «Непостоянные величины» в издательстве «Эксмо». Весной 2020 года роман «Непостоянные величины» вошел в шорт-лист престижной премии «Национальный бестселлер». Новый роман писателя «Развлечение для птиц с подрезанными крыльями» в апреле этого года вошел в лонг-лист другой престижной премии «Большая книга». В Казанский университет прибыла делегация, которая представляет две компании, занимающиеся вопросами поиска и разработки нефтяных месторождений. Все подробности в сюжете. Делегация прибыл из Ташкента, где непосредственно находится главной офис компании. В состав делегации входят руководители компании. Планируется три дня активного взаимодействия, как ознакомления с инфраструктурой Казанского университета, так и обсуждение проектов взаимодействия и научно-технических совещаний. «Джизак Патрулиум» — это нефтяная компания добывающая, и это центр исследований и развития в области геологии и нефтегазовой технологии GRDC. Они как раз занимаются управлением нефтяных месторождений и поиском нефтяных месторождений в республике Узбекистан. И цель — это совместные работы по освоению как раз этих нефтяных запасов с участием Казанского федерального университета и тех разработок, которые у нас сегодня делают в университете. Елизавета Никитина, Виолетта Баса, Универ Ньюс. Казанский федеральный университет и Московский государственный институт международных отношений запустили программу научно-образовательной дипломатии. Все подробности в нашем следующем сюжете. В эти дни в Москве реализуется программа в формате межуниверситетской профориентационной академической мобильности. Она будет ежегодной и проходить два этапа. Первый этап — это то, когда наши студенты выехали в Москву в МГИМО. Студенты активно вовлечены в деятельность в МГИМО. Обучающиеся Казанского университета ознакомят с особенностями организации, практики стажировки, подходами университета к формированию профессиональной компетенции у обучающихся, опытом и практикой взаимодействия с государственными и коммерческими организациями. Что касается второго этапа, он пройдет уже 17-го числа в Казанском федеральном университете. Ребята из МГИМО, 20 человек, плюс состав организатора, делегации, тоже приедет. Количество из 9 человек, одним из них будет у нас и проектор по СВР и по международной деятельности Суровцев. Он тоже приедет для встречи с Виноградовой, с Дали Шиловым, Смешев, Диловым и проведет встречу и в древней универсиаде, да, посмотрит в департаменте молодежной политики и пообщается со студентами. Самое главное, что мероприятие включает в себя необычные лекции, то есть не в виде монолога, а в виде дискуссии. И здесь ребята выбирают всегда определенные индивидуальные траектории, да, в группу ориентации. То, как они будут трудноустроены после магистратуры, после бакалавриата, что это ввести в аспирантуру. Здесь совершенно разные вопросы задаются, но, естественно, в рамках того, что это проходит для определенных направлений подготовки, это для студентов-межнародников, это для студентов-юристов и для направлений высоковедения официальностика. Елизавета Никитина, Универ Ньюс. По данным официального сайта stopcoronavirus.rf, за последние сутки в России выявлено 8217 случаев заражения коронавирусом. О том, почему все-таки важно вакцинироваться, узнаем в следующем сюжете. На вопрос о том, как работает вакцина, ответил один из профессоров Казанского университета Альберт Резванов. Традиционные вакцины представляют собой уже либо сам вирус, сломослабленный или убитый, или его белки, или пептиды, то есть когда иммунитету дается уже готовый антиген, то есть чтобы иммунная система обнюхала его, узнала, запомнила и начала бороться. Теперь вакцины – это не кусочки вируса в той или иной форме, а инструкция, как генетический код, то есть идет доставка генетического материала внутри клетки. Генетический материал считывается, клетка использует ее как инструкцию для выработки вирусного белка. Этот вирус – белок и стимулирует иммунитет. Также один из частых вопросов – когда закончится коронавирус. Когда сформируется коллективный иммунитет, каким образом он может сформироваться? Либо человек переболеет, коронавирусная инфекция, с неизвестным при этом исходом и прогнозом, потому что есть острый ковид, а есть так называемый постковид. Человек переболел, выписался из больницы, а еще мог испытывать проблемы со здоровьем со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны нервной системы и так далее. Поэтому это совершенно не означает, что человек, переболевший ковидом, может забыть про коронавирусную инфекцию. Второй путь – это вакцинация и шанс приблизить окончание пандемии. Чем быстрее вакцинируется максимальное количество людей, тем быстрее получится справиться с коронавирусной инфекцией. Энджим Небаева, Универньюз. На этом все. В студии была Надежда Дик. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!